В эти белые питерские ночи большой праздник футбола, главное событие страны и мира, уже дудит во все свои дудки и свистки. Серый Питер на месяц окрасился в яркие краски фанатских одежд и футбольных надежд. На этом спортивном карнавале кажется, что мундиальнулись все. Теперь в Питере и пить, и болеть, и кричать. Улицы и каналы расчерчены в фан-зоне грохочущего мундиаля. Теперь от Невского проспекта до Персидского залива знают, как отвечать, если спросят, где-то был целый летний месяц. Конечно, на фонтанке. Горно было. Спасибо! 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 Но здесь, за углом, в тишине питерских дворцов-колодцев, есть и другая, обратная сторона мундиаля. Стой! Над городом плывут облака, Закрывая небесный свет, А над городом желтый. Пока на центральных улицах гремят футбольные фанфары, здесь, в трясине питерских болот, проходит мало кому известный футбольный турнир. Открытый чемпионат России по болотному футболу. Не, у нас лучше, ты чё? Я в том плане, что... Пластырь есть у меня. Что-то уже, тапками ногу натерли? Ну что, порвемся? Порвем, конечно. Только механину дорвите. Команда в сборе. Старичный чемпионат России. Болотные футбольные чемпионы. Это обычная городская молодежь. Менеджеры, предприниматели, инженеры, рабочие. Все они здесь не зарабатывают, а вкладывают. Два тайма по 12 минут. Зрелище захватывающее. В болото приезжают играть и болеть целыми семьями. В болотном футболе в одной команде с мужчинами могут играть и девушки. Если у них, конечно, хватает смелости и силы. Эти ребята в рыжих цветах сумели завоевать титул чемпионов мира по болотному футболу, обыграв 300 команд со всей земли. Эти молодые люди и есть чемпионы мира по футболу. В холодной Финляндии на родине этой игры они смогли завоевать золотые медали не на ровном поле с газоном за миллион долларов, а по уши в болоте с лягушками и змеями. Чемпионат мира по болотному футболу каждый год проходит в Финляндии. Участвуют 11 стран на 21 поле. Ползете, толкайтесь, никаких лиц. На карачках, на карачках. Как только зафиксировали мяч, три-четыре секунды. Уважай себя за это, давайте. Кто устал, я меняю, сказайте. Поехали, поехали. Леха, жди. Леха, жди. Ловница, лучше. Очень-очень сложно это мероприятие. Да. Да так главное найти какую-нибудь точку опоры. Ага. Вот. Вот что-то в этом. Чем сложнее, тем лучше. Видимо, так однажды сказали эти ребята, одели майки и встали по колено в трясину. «Россия! Россия! 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 1986 году. Тогда в игре участвовали всего 16 команд. Прошлым летом за чемпионство боролось уже более 300 спортивных коллективов. Мода на необычный футбол в России пришла с началом нулевых годов. Тогда здесь, в питерских болотах, возле старой финской деревни Поги, футболисты-любители своими руками выкорчевывали корни, строили из водопроводных труб ворота. Просто как договаривались, на 5 метров вперед сам открылся. Ну и там 3 метра вперед. А то качаете, качаете, а толку-то от этого. Молодое футбольное дарование Станислав на болотном поле пашет по бровке. Если бы такие рывки с мячом делали нападающие сборной России, то финал бы им точно был обеспечен. В болоте Стас нападающий. Он не только бегает, но и забивает. Ради болотного футбола целый год Станислав строит спортивные объекты, чтобы на финском чемпионате не ударить в грязь лицом. Если стоит выбор, работа или болото, то Станислав выбирает последнее. Но одно без другого не живет. Финские соревнования, там довольно-таки существенная сумма именно по тому, что по самой поездке, да, там, бензин, сами машины, проживание, там, взнос. Так как мы вот чемпионство иногда занимаем, да, то есть там нас освобождают от этого. Но все равно, на самом деле, прилично так вопрос встает. Вот и в этот раз на улице уже 10-й час вечера, а он все еще в полной инженерной экипировке. И все ради неприходимой трясины. Я вот даже сегодня вот специально все это задержался, как бы с утра до вечера, чтобы завтра был выходной. У меня никто не звонил мне. Не было никаких, да, рабочих моментов. Чтобы вы в болоте? Я в болоте, да, надо поставить статус сообщения, что в болоте, да, звонок и утонул. Вот так, обмотав бутсы скотчем и сменив пиджак на оранжевую майку, главный инженер уходит с головой в болото. Здесь он нападающий команды ЛЭКС. С университетским дипломом географа Станислав свой глобус не пропил. Опустил полученный навык в дело. Он ушел в болото и там нашел себя. Папе в детстве обещал чемпионом мира стать. У меня СССР по самому чемпиону. Нужно было чему-то соответствовать. Пообещал в детстве сдуру, но пришлось выполнить. Это не только полезно для здоровья, барахтаться в торфяной жижи, говорит Стас, но экстравагантно. К тому же девчонки любят футболистов-чемпионов. В то время, как мы познакомились, я начал рассказывать, что чем-то увлекаешься. Говорю, вот болото футболу, она мне не поверила. Да, я думала, он шутит и вообще такого не существует. Я думала, это какой-то прикол. А оказалось, правда. Место встречи изменить нельзя. Бар, телевизор, чемпионат мира. На экране еще только начинается ответственная первая игра российской сборной. Букмекеры настроены скептически. Пока еще никто не верит в чудо. Один и четыре, как будто мы по-любому выиграем. Лучшие болотные футболисты мира собираются в небольшом кафе. Кто смог, пришел прямо с работы. Кого-то не отпустили. Связь команда поддерживает через социальные сети. В остальное время все занятые люди, у которых, как и у всех, один путь от работы до дома и обратно. Но они команда не только в болоте, но и в мирной жизни. Очень боятся, что все под эту марку уйдут, даже кто не пойдет в болицию. Пока на экране большая игра, за столом можно обсудить свой чемпионат. Болотный, который уже начинается. Придвижение на ногах или на четвереньках? На четвереньках, конечно, легче. Нам повезло в самый разгар чемпионата мира снять квартиру в северной столице по старым, еще дофутбольным ценам. Метро у нас находится вот сразу за этим домом, направо, если пройти. Пять минут как раз, то, что говорил. Получить ключи от квартиры от чемпиона мира по футболу явно хороший знак. Мы говорим, мы чемпионы мира, чемпионы России по футболу. На нас так посмотрели, мы добавили уточнение по болотному футболу. Ну и сами смотрите, вода есть, холодная. Порядку не нажалаем. В болотном футболе кубки и звания на хлеб не намажешь. Здесь все на самоокупаемости. Так что чемпион Алексей Суетов зарабатывает на жизнь и на свою любимую игру с дачей квартир. Сами оплатили взнос, сами оплатили свою дорогу, проживание. Решили поучаствовать. И первый год мы, если я тоже не ошибаюсь, 1-8 вылетели. Последующая, у нас вот эта стадия была 1-8. Сам мы такой, почему-то как-то по пенальти мы все время проигрывали. Алексею 33 года. Для болотного футбола он почти что пенсионер. Когда их дворовая команда первый раз залезла в болото, он и не думал, что это закончится чемпионским кубком. Нам приходится выкраивать время. Мы тренируемся в других альтернативных видах, потому что все-таки болотный футбол специфичен. Он стоял у истоков чемпионской команды «Лэкс», которая переводится как «Озера». Еще школьниками они с пацанами начинали играть в дворовый футбол. Затем команда обновлялась, а мастерство позволяло участвовать в турнирах по пляжному и мини-футболу. Серега, сам! Я помню, когда он поехал. Я не успел. В болотный футбол играют на поле величиной с хоккейную коробку. Выходит по шесть человек. Чемпионат России начинается одновременно на всех площадках. Народу много, хотя зиму пережили не все футболисты. В зеленой футболке цифры семь капитан деревенской команды по кличке Солей. Главный соперник Озерков. На его мощных плечах, можно сказать, и держится налетная команда «Поги». У капитана сложная задача – собрать на матч работающих игроков и оторвать от бутылки безработных. Вадик, рядом, месяц один! Год не виделись, порадовались. Я очень рад, что все, те, кто был, они все-таки поддерживают наше направление. Бей и беги. Афанатский сектор поддержит. В это болото за зрелищем приходит все деревни. Здесь свой футбол. Без перекупщиков, спекулянтов и безумных цен. Билеты в первый ряд на болотный футбол в свободном доступе. На каждой кочке. Дворовая команда? Ну, как вот? Из двора. Деревенская команда. Какого из двора? Из двора же. Россия! 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 Весь город, кажется, вышел на Невский праздновать победу сборной России, которая впервые за 30 лет повысила свой игровой рейтинг и вышла из группы. За этим грандиозным событием повышение тарифов на электроэнергию и ЖКХ не так заметно. Алексей с друзьями гуляют, фотографируются, знакомятся. Вот, что, туда посмотрите. Самый лучший. А вы обходы? С Розамаса. Девушки в футбольной команде хорошая примета. Вот Евгения и Илья. Не только вместе играют в защите, но недавно поженились. Вообще 2015 год, можно сказать, такой он достаточно судьбоносный для меня. То есть я и в команду влился, и буквально через три недели поехал в Финляндию первый раз на чемпионат такого плана. Вот, и так получилось, да, что мы вот с Женей, с моей супругой, да, будущей, познакомились именно там. Ну, думаю, ну, болото и болото. Ну, что в нем такого, действительно, вот там прям особенного. А один раз попробовав, мы решили, вот я говорю, с девчонками поехать. Бегать по трясине Евгении понравилось. Говорит, засасывает. Быстро и вы, краник, краник, Ваня. Быстро, колени. Давай, давай, давай. Женька. Женя, молодец. Да выходи, выходи. Молодец. Ты что говоришь, старик? Переживаю, чтобы хорошо сыграла, прежде всего. Не за нее, наверное. Хотя в Финляндию был момент, когда она получила травму. Ну, слава богу, мы тогда выиграли. После окончания института точной механики молодой инженер-проектировщик не дал себе засохнуть. Даже работая в компании «Газпром», где все знают, что мечты сбываются, Илья нырнул с головой в болото, чтобы не чувствовать себя офисным планктоном. Здесь, в футбольных болотах, все просто. Закатал штаны и стиснув зубы, пополз к победе. Просто забирайте мяч. Забирай мяч. Давай, давай, давай. Женька. Вы же не молодец. По официальным данным, информагентств, общие расходы России на проведение чемпионата мира по футболу составили более 14 миллиардов долларов. Здесь, в фанатской толпе, Илья зритель. Хотя у них в болоте эмоций не меньше. У него зазвонил телефон. Это капитан команды. В общем чате проверяет, кто выйдет на поле, у кого травмы или другие проблемы. Глубина поля различная. Полей очень много, особенно в Финляндии. Если у нас на чемпионате России будет только три поля. Вячеслав из маленького города Колпино, пригорода Санкт-Петербурга. Здесь он родился, здесь же стал играть в футбол. Это моя кличка, можно так сказать, Гамшик. Просто ходил с хохолком. И друзья стали называть Гамшик, 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 Гамшик. И так появилось. Дома ему всегда говорили, хочешь стать успешным, виси на турнике до посинения. И он висел. Родители в пять лет отдают меня на футбол, и все вроде хорошо. Я не знаю, можно ли такое, что лучше подумать, надо ли или не надо. Тренер приходил пьяным на тренировки и по сути не занимался нами. После школы он пошел в университет, но специальность прибыль не приносила. И Вячеслав научился ставить в дома и квартиры водопроводные и отопительные системы. Это их с отцом семейный бизнес, благодаря которому они смогли выжить в 90-е, когда на родном Колпинском заводе перестали платить зарплаты. Да и сегодня эта работа кормит. И еще остаются деньги на болото. В болоте чувствую себя безумно комфортно, потому что кто-то даже у нас смеется и шутит, что торф продлевает молодость. Вячеславу пришлось пройти долгий спортивный путь, прежде чем он попал в команду Лейкс и стал победителем болотной лиги и чемпионом мира. Вот эта золотая медаль за чемпионство как раз-таки в минувшем 2017 году. В отличие от его первой команды, у болотных футболистов из Озерков спонсоров нет. Зарабатывать приходится на стороне, а еще успевать тренироваться два раза в неделю. В прошлом году, конечно, мы забрали все. Бесспорно. То есть вы самые сильные. Отдалили всех и показали всем. Да, хорошо отдохнул. Тактика интересная. Это вот сами придумали передвижение такое? Ну да, так вот думаю, мне кажется. Просто больше покрыть дистанцию, меньше напряжение для спины. И проваливаешься меньше. В большей степени да. Проще выбрать. Просто стоять и смотреть не получается. Чемпионы выигрывают, а значит можно выпускать новичков. Типа меня. Нет, а другие зеленые, Саня. Пробежав по полю в одну сторону, затем в другую, силы неожиданно закончились. Алексей с гипсом тоже не выдерживает и ввязывается в болотное противостояние. Ёх, ты нападающий, помню тебя. Ложись, отдыхай. На волне командного успеха Стас берет Настю за руку и вместе они делают шаг в болото. И игра их тут же затягивает. Так, забивая мяч за мячом, болотные чемпионы дошли до финала открытого Кубка России. Хорошая разминка перед чемпионатом мира, который состоится уже через полмесяца. Вы когда в Финляндию поедете на чемпионат мира, и если вы будете что-то снимать, можно мы у вас потом какое-то видео возьмем, и мы бы его тогда просто разместили? Нет, наверное, не все. Дед Бучер. А у жены баба Бучер. Внук Бучер, у всех форма шишек. И племянник Бучер. А Бучер почему это? Бученков фамилия. В свои 70 лет Владимир Григорьевич болеет за Лейкс. В чемпионской команде играет его сын Андрей. Мясо готово! Я перестал болеть, когда за деньги стали играть. Я вообще любитель. Я как в старые добрые времена, ну как, играли мы. Нам ничего не платили, но у нас форму мы сами шили. Вот ребята тоже сами. У нас нет спонсора. Сам Владимир Григорьевич в молодости гонял мяч в Ленинградской любительской лиге за футбольный клуб Приморского района. Тогда, говорит, футбол был искренним, поэтому играли и выигрывали. Не то, что сегодня. В 15-м году ребята были чемпионами мира. Мутко поздравлял. Перед финалом те, кто вылетел из турнира, пробуют себя в другом соревновании. Игра называется «Кто дальше улетит в болото». Интриги не получилось. Озерки и Поги встретились в финале. Обе команды буквально по очереди становились чемпионами страны. Кто будет первым в болоте в этом сезоне, решат пенальти. После трех ударов счет остается равным. Добавленная серия приносит победу деревенской команде. Для деревенских победителей кубок в руках многое значит. Здесь, в болоте, у команд нет многомиллионных бюджетов, спонсоров и контрактов. Зато здесь, среди торфяной жижи и диких комаров, живет дух победы. Конечно, победившая в чемпионате деревенская команда Поги на мировой турнир не поедет. В деревне без футбола полно проблем. Здесь даже ради золотой медали хозяйство не оставишь. Смывать себя грязь и пот болотные футболисты не торопятся. Ведь там, на твердой земле, их снова ждет отрезвляющая реальность. А здесь, хоть и по колено в трясине, зато бесплатно можно почувствовать себя настоящим чемпионом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова